Аплодисменты Слово передаю автору книги Добрый вечер, спасибо большое, что собрались в таком аншлаговом формате Я думаю, что это намоленное, не побоюсь этого слова, место Как мало кто этого заслуживает, такого скопления народа Потому что я всегда говорил, что музыкальный магазин Дом культуры Это гораздо больше, чем музыкальное заведение, клуб и больше, чем магазин Это некий салон, где именно в таком высоком смысле слова Начало 20 века, Серебряный век, мой любимый Когда такие вот салоны существовали, типа Кобары, Бродящая собака и так далее Где собирались величайшие поэты, музыканты, художники И зачастую, да, люди, которые воплощали в одном лице в себе все эти ипостаси И не только И обменивались идеями, и рождались там великие замыслы, книги И, соответственно, вот я лично, да, был просто десятки раз в этом магазине как зритель И все знал точно, что не просто получу какие-то позитивные эмоции Но вот приду сюда и со всеми, с кем надо, встречусь Даже с кем не договаривались Со всеми, с кем, все, кто надо, мне дадут там на рецензию альбомы, книги Все сообщат, последние музыкальные новости Пригласят на концерты, про которые я по каким-то причинам не знал И все будет замечательно И я считаю, что жизнь удалась Что через столько лет моей совместной истории с музыкальным магазином Дом культуры Я оказался вот именно по эту сторону Баррикад впервые в своей жизни Поэтому день для меня сегодня вдвойне исторический Так что спасибо, что пригласили Я надеюсь, зажжем И никому сегодня скучно и обидно, грустно не будет Спасибо Я думаю, здесь к месту процитируют можно Александра Лаерского Который сказал, что Дом культуры это родник чистой воды среди мазута Вот поэтому директору огромное спасибо И хозяин магазина за то, что он поддержал наш, так сказать, сегодняшний И отчасти организовал Так что я думаю, давайте похлопаем Я думаю, что многие впервые для себя открыли этот магазин Потому что здесь есть все, чтобы, скажем так Испытать моральный и эстетический экстаз для любого коллекционера А также маниакального фэна любой музыки От, как говорится, от батона до великих космических открытий Ну, в общем-то Начинаем, наверное, да? Рубрика «Fuck you» Вопрос-ответ или как? Скажите, что случилось сначала? А? Что происходит с Границей сначала? А, сейчас происходит презентация книги Группы «Аборт мозга» Авторство Дениса Олеговича Ступникова Ну вот, собственно Автор таких легендарных Автор книг про легендарные группы «Сектор газа» «Ария» «Экс-король Шут» Сокращенно «Северный флот» СВ Ой, СФ Вот И так далее, и так далее Так что Передаю Денису Собственное слово Наташа, спрашивай Я хочу сказать, что Во-первых, всем привет Всех безумно рады видеть Во-вторых, конечно В этом именно помещении В этом магазине Это просто огромная честь Здесь быть Потому что это реально круто И я хочу сказать, что Выступать Здесь, это, наверное Это, наверное, круче, чем На каком-нибудь крутом фестивале Вот И по поводу книги Книга Дениса Ступникова Я еще и не читала Ну, то есть я прочитала Так технически чисто А вообще я еще в руках Ее даже не держала И безумно хочу, конечно Ее скорее получить Вот я не знаю конкретно Кто что там высказал То есть Мне вообще интересно Интересно вообще То, как представлено Повествование о группе Потому что я, в принципе, да Ничего такого особенного В своей группе не вижу, во-первых А во-вторых Ну, группа да группа А вот Денис, он что-то такое накопал Так что ему слово А Никите давайте Спасибо На самом деле Мне тоже интересно Посмотреть книжку Потому что Ты поздоровайся Добрый вечер Конкретный проект То есть Я коснулся не только Как участник группы Но и Мне поручено было сделать Верстку книги И обложку Соответственно Были очень сжатые сроки То есть Я сделал буквально это За две ночи Две такие нервные ночи Вот Как бы Поэтому мне очень интересно Посмотреть, что же получилось На печати Потому что Живую книгу Всегда приятнее Подержать в руках Посмотреть Спасибо, Никита Спасибо всем Соседым спикерам Скажу, пожалуй, пару слов Я Для меня Эта книга Она во многом стала рекордной Потому что Во-первых Она писалась в рекордные сроки Дело в том, что у меня Одна из предыдущих книг Вообще был рекорд В обратную сторону По скорости написания книги Большой Это полтора месяца Группа Ёрш Потому что Извините В такие условия Было поставлен Издательством А здесь Парк Больше полутора лет Так скажем Заняла подготовкой Книги Не считая того Что те рецензии Которые отчасти В нее вошли Они были написаны В некоторое Отчасти А были написаны Тоже отчасти Раньше Поэтому Долгострой Не долгострой Это плохое слово Потому что Долгострой Он касается Нехой такой рутины Здесь же Никакой рутины Не было и близко Было всегда Очень драйвово Интересно И Второй Рекорд Который Если Абстрагироваться От сроков Это По количеству Спикеров Эта книга Она самая большая 26 человек Да По-моему Серега Да Дело в том Что Есть авторы Типа Уважаемого Мною Александра Кушнира Который Как можно больше Спикеров Старается Привлечь В книгу Я при всем Уважении К такому подходу Придерживаюсь Деометрально Противоположного Потому что Когда Замысел Книги Появляется Я Сразу Хочу Определить Для себя Насколько Хорошие Отношения С разными Участниками Процесса У действующих Музыкантов Лидеров В частности Проекта Которым Я пишу Книгу И уже Непосредственно Этих людей Опрашиваю Соответственно И те С кем Они в плохих Отношениях Но они Во-первых Сами Не горят Желанием Общаться А вторых Они если Захотят Пообщаться Могут что-нибудь Не то сказать Не то что Не В духе Включая В строении Партии Правительства Нет конечно А просто У них Своё Какое-то Видение Которое Со стороны Основных Героев Книги Является Искажённым Там яркий Пример Виктор Троекубов И группа Крематорий Мы знаем Что он написал Книгу Про группу Крематорий Которую Армар Григориан Очень сильно Она ему не нравится Он и считает Вообще Неправдивой Хотя понятно Что у Виктора Троекубова Своя правда Чтобы подобных Трений не возникали Я стараюсь Исключить Из процесса Ничего личного Но тех С кем отношения Не очень И поэтому Зачастую Количество Спикеров И соответственно Исключается И те Кто Недостаточно Хорошо Вливался В процесс Скажем Сходил На пару Концертов Группы Какой-нибудь И себя Уже Вменит Величайшим Экспертом И что-нибудь Придумывает Своё Я Постоянно Как-то Увеличивает Хотя Это не так Своё участие В процессе И поэтому Вот когда Я в частности Писал про Сектор Газа Книгу Я очень Там Постоянно Был на контакте С Сергеем Кимом С дочерью Ириной Клинских Чтобы понять Вообще Ну С кем Вот еще Стоит общаться А с кем Не стоит Кто точно Каких-то Там баек Наврет Стрекоруба Так скажем Так вот Что самое Интересное Аборт Мозга Это вот Как раз Ну Счастливый Пример Того Что практически Да Со всеми Наталья Осталась В хороших Отношениях Даже с теми Кто Уже давно Не играет В группе И поэтому Мы задействовали По максимуму Спикеров Потому что Они действительно Ну Хоть и не вовлечены В текущий Процесс Деятельности Группы Но Сохранили Во-первых Да как я говорю Отношения хорошие Во-вторых Там Трезвый ум И твердую память И поэтому Ну Действительно Сказали Много Интересного И важного И какие-то Вот лакуны В истории Группы Которые Не до конца Были понятны Может быть Там даже Самой Натальи Не побоюсь Этого слова Мы же знаем Что у аборта Мозга Было две Таких основных Ипостаси А то две Совершенно Разные группы Не просто Ипостаси А две Разные группы Это вот Одна там Романа Семенова Волка Доисторический Так скажем Аборт Мозга А вторая Уже непосредственно С Натальей До нашей эры Правильно Наталья Реплику Вернула Поэтому Да Вот Это все Важно Повереконструировать Как я там написал Что еще два Примера Таких вспомнил Когда две группы Да существовали Под одним и тем же Назаром Две абсолютно разные Это Алиса Да Мы помним Сначала был Задирий А потом Кинчев И соответственно Тайм-аут Когда вообще Поднимем тайм-аут Совершенно Другая группа Выступала Не та Которую мы знаем Вот С абортом мозга Произошло то же самое Это как бы тоже Такая интересная Особенность Которая практически Никому из наших Рок-музыкантов Не присуща Поэтому Вот Работа действительно Была Очень интересно Поучительно Познавательно И Что самое еще важное Да Что Аборт мозга Это панки Да С одной стороны А что такое панки Мы знаем группы Сектор газа Гражданская оборона Бригадный подряд В которых Чуть ли не больше Количество Ключевых участников Уже умерло И поэтому Ну вот Если мы будем писать Книги о них Ну Сектор газа Я написал То там естественно Столкнулся с такой Трудностью Что Ну опрашивать Приходилось Зачастую Не непосредственных Участников процесса А здесь Да мало того Что Они есть Ключевые участники Процесса Еще и они К моменту Написания группы Они были Все живы И вот К большому сожалению Барабанщик Амаров В тот момент Когда готовилась группа И чей Вдвойне Печально Что его прямой речи Нет в этой книге Ну вот он умер Да Поэтому Почтим его память А так Да Хорошая новость В том Что Живый И в твердой памяти И что как бы Это тоже говорит Наверное В пользу Жизнеспособности И силы Этой группы Потому что Мы знаем Там первые главы Посвящены Насколько тяжело Было в Улан-Удэ Не просто Делать панк-рок А и вообще Элементарно Выживать И поэтому Вот действительно Пример того Как выживу Стану крепче Спасибо А теперь Наверное Стоит Вопросы Да Задавать С удовольствием Ответим Ну что Давайте У кого есть Какие вопросы Начнем Ну давайте Я Денис Продолжение Чтобы ты Немножко Чтобы ты Немножко Раскрут Тему Все-таки Отношение Твою группу Почему ты ее выбрал Ты описал Технически А эмоциональное Отношение Понимаешь Немножко образ Эмоциональное Отношение Оно совершенно Потрясающее Не побоюсь Этого слова Я уже Несколько раз Осказывал Частично Эту историю Повторю И частично В некую Новую Как бы Реальность Уйду Свои речи Совершенно Да Случайно С одной стороны С другой стороны Наверное Закономерно Попало Ко мне В начале Кажется 2018 года Потрясающе Совершенно Альбом Аборта Мозга Какой альбом Мания Конечно Вот видите Видимо Тоже волнуюсь Хотя вроде как Неосознанно Мания Спасибо Да Который меня привлек Брутальным вокалом Замечательной Натальи Сабрина Амо Потому что я Большой поклонник С одной стороны Женского Рока Российского Но с другой Стороны Это направление Оно стало Однообразным Во многом А с другой Ну а второй То есть Во вторых Будет вытекать Во-первых Прямо Потому что Оно зашло в тупик Именно в силу Своей однообразности И то что Исполнительницы Зачастую Варились В своем котле Не секрет Хотя у нас Были Настя Полева И даже Та же самая Настя Макарова Которые были Раньше Земфира Но тем не менее Весь вот Русский Женский Рок Вырос Вот у нас Из Земфира И сначала Последовательницы Он не вырос Он наоборот Но это кто Как думает Я не буду Оспаривать Данный тезис Да Было много Интересных Исполнительниц Но вот как-то Так получилось Земфира Она тоже По большому счету Не оригинальна Да Я к этому Веду Миша Не поверишь Всему свое время Спокойно Спокойно Ребята Все будет Как говорил Александр Феликсович Скляр В альбоме Цыганский Рок-н-ролл Да Вот И Получилось так Да Что При всем уважении К Земфире Произошла Некая профанация Этого направления А с другой стороны Было Вот теперь Миша Мы к этому Подошли Такое Брутальное Звериное В хорошем смысле Женское Начало В роке Которое Воплощала Недооцененная Наталья Медведева Я Прекрасно знаю Что Наташа Начинает напрягаться Уже Семенова А не Медведев Когда я сравню С Натальей Медведевной Я хочу Чтоб меня Правильно Поняли Я ни в коем Случай Да Она Кстати В этом же Ключе Тоже Правильная Олеся Троянская Совершенно верно Но я Не сравню Я обозначаю Некое Направление Вот есть такая Женская Какая-то Вагинострадательная Как это еще Опозначить Это Зимфира А есть Вот такая Умри Все живое Звериное Такое Брутальное Направление Это Наталья Медведева Просто Вот эти Две Вокалистки Зимфира И Наталья Они просто Воплощают Две А соответственно За границей У них Свои Героини Которые Воплощают Эти два Направления Ториамос Это Зимфировское Направление А Диаманда Галас Конечно же Это имя Должно было Прозвучать Это Звериное Брутальное Ведьмовское То что Вот И вот Я как раз Когда Манию Послушал Я услышал Что Наконец-то У нас В России Не появилась Она Появилась Давно Да для меня Появилась Я ее Открыл Великолепная Наталья Семенова Которая Вот это Брутальное Направление Воплощает По-своему Делает Это Очень Глубоко Стильно Она Не косит Ни под Наталью Медведеву Ни тем более По Демфиру Которая Вообще Но Наконец-то Я понял Что это Надо двигать Сделал Несколько Рецензий Потом Сергей Предложил Писать Книгу Я сначала Отнесся К этому Скептически Говорю Зачем Если Наталья Сама Написала Сделайте Мне Аборта Мозга Кстати Рекомендую Прекрасная Книга У тебя Конечно Есть У первого Все Есть Вот И потом Когда я Понял Что Аборта Мозга Стал Работать Очень Динамично И Продуктивно И Что Много Поводов Появилось И Соответственно Я Не мог Мимо Этого Пройти И Поэтому Вот Ну а Какие-то Есть Нюансы Вам Интересно Что В чем Меня Привыкает Вы Спрашиваете Задавайте Вопрос Я С удовольствием Отвечу Я Могу Часами Говорить На Эту Тему Но Действительно Эмоционально Глубоко Вовлеченно Я Это Воспринимаю Естественно Я Очень Обрадовался Когда Мне Такое Приложение Поступило Писать Эту Книгу И Нарыли Мало всего Интересного Саша Пожалуйста Конечно Константин И Наталья Кстати Я Что Вам Вопрос У Одного Из Моих Любимых Всполнителей Брайана Кэда Белша Который Я Я Я Я Я Я Я Я Несколько Книг Одна Из Книг Очень Урезана По всему Дестрою Мату И прочему Будет ли Оборот Мозга Книга Выходить Так же Вдвух Скажем так Веща Вариация Вдвух Вариация За цензуру За цензуру И за цензура И за цензура Миш Миш Во-первых Дениса С Константином Перепутал Вот Ну да ладно Чего страшного Да Понятно Тепло Жарко Вот Смотри Насчет Значит Цензуры В данном Переплете Книга выходит Исключительно В формате Презентации Потому что Первоначальную Обложку Денис Олегович У нас немножко Забронировал Вот так Главный Цензор Здесь был Денис Тупников Простите Да 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 Денис Олегович Вот Да и И ну Мы просто решили Я лично Решил довериться Денису Олеговичу Потому что Я не хочу Связываться В очередной раз С товарищем Анатолием Артюхом Или Его предпокровителем Деталем Милоновым Вот По этой причине Как бы мы решили Цензурную версию Обложки выпустить Но переиздание Будет В таком нормальном Ломовом Варианте Я дополню Вот переиздание Вы Вагинденданты Нормальные Напишите Да 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 Воина Воина У нас тут Первый наш Лидер группы Роман Семенов Пришел Так я Поприветствую Роман Спасибо Спасибо дорогой Что пришел Денис Меня есть Я не с пустыми руками Пришел Так Сейчас Извините 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 Сейчас Вот это да Еще не распечатанное Это лучший подарок У меня же мурашки 20 слижким 20 слижким лет Здравствуйте 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 Друзья Поздравляю вас С этим С этим Большим Комынием Вот Умажил Так Умажил Большие Молодцы Мы тебя Поздравляем Потому что Ты у нас Как бы Один из главных Кто это создал Кто создал Я очень рад Я очень рад Что проект Живет Что Вот это все Существует Спасибо тебе Наташа Большое Вообще Спасибо тебе Если бы не ты Ничего бы не было Я тоже самое Хотел сказать В таком бы виде Точно Этого бы Ничего Я даже Фамилии не меняю Сам понимаешь Давайте Рассказывайте Чего у вас Еще про обложку Ну да По обложке Значит Я тебе рассказываю Что следующая версия Будет более радикальная Такая Угарная Вот И веселая А в данном моменте Мы решили ограничиться Потому что Сегодня А тебе Неизвестно Что тут Моднейшая организация СС 40-40 Проводила Я видел А видел Да Ты же там был Точно Вот Да И как бы Поэтому мы решили Обложку сегодня Цензурную выпустить А в следующий раз Выпустим нецензурную Вот так Это прекрасно Давайте похлопаем Всех Женобхалов Спасибо А про обложку Я хотел бы добавить Пускай Денис расскажет Потому что у нас баталии были Там Баталии не было Все было очень вежливо Три часа ночи Были баталии Либо мне спать Либо обсуждать Тему обложки Понимаешь С тобой и художником Еще Ну прости Если я не Я наоборот Жене сказал Что мы с тобой Настолько цивилизованно Это обсудили Что все бы так Это обсуждали Подобные вещи Я вот хотел Милонову вконтакте Скинуть Но не стал Он занят сейчас Ты хотел Акуле кровь скинуть Чтоб она приманилась Не стоило Мы всегда рады Мы любим Золотые слова Но дело в том Да Обложка прекрасная Вторая Я скажу Это правда Наталья Респект за идею Второе Она вполне В духе книги И в духе того Что мы обсуждали О религии Поговорили О христианстве Об отношении к христианстве Об отношении к сектам Отношении к Инфантильному творчеству И инфантилизму В творчестве Пробуждение внутреннего ребенка Это все Вот в том варианте Обложки есть Надеюсь Я заинтриговал Но при этом Я действительно Эту обложку Ну зарубил Не зарубил Но я вернусь К тому Почему это было сделано К самому началу Своей речи Я ни в коем случае Не хотел подставлять Мой любимый Музыкальный магазин Дом культуры Вот этим вот фактором Потому что Я сам православный человек Но я ее зарубил непоятно Как и мы все Да Естественно А мы знаем Что не православные люди Но тем не менее Таковыми себя объявляющими Те которые кричат Об оскорблении чувств верующих Которые на самом деле Нельзя оскорбить Если ты подлинный верующий И те которые вот ищут Да вот как я говорю Кровь Которую мы Акулею Отим подослать Какой-нибудь повод Для того Чтобы кого-то В чем-то обвинить И что-то зарубить Что-то запретить Они бы вот как раз Могли бы на эту обложку Клюнуть к сожалению И пострадать могла бы От этого не только группа Да Которая как скусила вода На самом деле А с меня-то тем более Мне уже ничего не страшно Как человеку прошедшему Нацелло-бушевистскую партию И так далее И тому подобное А пострадал бы магазин И вот этого больше всего Мне не хотелось Поймите правильно Спасибо Очень правильно Спасибо вам Аплодисменты Наташа Страшен Про обложки По поводу обложки Я в общем-то Как бы стесняюсь На обложке Видеть свое рыло Можно поставить точку Ну так уж Захотел автор Что я могу сказать Вот Ну а следующий тираж Будет уже без моего лица Там будут очень интересные персонажи Очень интересная сцена Такая прекрасная Ну в общем-то Я думаю Что кто захочет Тот и поимеет ее Главное ее увидеть Это такое творчество Визуальное Ну еще я бы хотела сказать О жизни мужчин О роли мужчин в моей жизни В основном Конечно Все делают мужчины за меня Они играют Они организовывают концерт Они пишут книги И я им даже за это ничего не даю Практически Кроме Ну благословения Ну кому-то больше Кому-то меньше Кому перепадет Кому повезет Вот А в основном Я считаю Что мужчины Это высшие люди И просто нужно Ими хорошо уметь пользоваться Золотые слова Можно вопрос? Да, конечно Работа Да, я бы Молодец Сабрина вообще красавица Ты у меня Просто вообще Ты сделала все как надо Все как и задумывалась Изначально Я где-то фотку Недавно нашел Потерял ее Опять Дома Хотел ее сегодня Привезти Там Вот это вот Как раз Где вот Гист Ну Кассетка Вот Оригинал Вот этой фотографии И знаешь С другой стороны Да С другой стороны Написано Рома Сделай мне аборт мозга Надеюсь Все получилось Но вопрос Не к тебе Не к тебе вопрос У меня вопрос К Никите Привет Давай познакомимся Роман Никит Расскажи мне Пожалуйста Ты музыкант? Кто по жизни? Так получилось Я так не говорил Сережа Да То есть Ну знаю Уже лет 15 как 15 лет Скажи пожалуйста Никит Вот Есть песня Кроличья лапка Кто слышал Кроличью лапку Песню? Все Вот Вот скажи Вот скажи Пожалуйста Никит Там Три Аккорда Три Ну может быть Четыре Вот Ты Ни в один Не попал Как такое Возможно Вопрос Когда Это да Это вопрос Каранжировки Скажем так Больше Наверное Вот Поэтому тут Субъективно На самом деле Все зависит От состояния Слушающего Нет Безусловно Безусловно Партитура Отсутствует Партитура Отсутствует А состояние Слушающего Оно во многом Зависит Еще Да От наличия Слуха Хороших динамиков И прежде всего Состояние Физическое У ваших Мастеров Нет услуга У нас Знаешь Рома У нас Такая Есть проблема Мы сейчас Даже не можем Тебе сказать Кто что Написал Это настолько Коллективное Творчество Что Что ноты Там вообще Не важны Подождите Ребята А кто делал Аранжировку Кроличьей лапки Мы уже теперь Тебе не скажем Кто делал То есть Вы На друг Кого-то Вспихиваете Коллективное Бессознательное Коллективное Бессознательное Которое Павло Вы молодцы Ребята Давайте Спасибо Пока Увидимся До свидания Ребята Давайте продолжим Нашу беседу У кого какие Вопросы есть А вот Насчет Цензуры Денис Когда вы Пишите Книги Про Рот Про Такой Момент Которая Очень сильно Цензурируется Вот вы чувствуете Себя на минном поле Так сказать Как бы Чтобы написать Так Чтобы Не подставить Других И себя Спасибо за вопрос Олег Великолепный На самом деле Я когда Пишу книгу Я С одной стороны Представляю себе Некого Индивидуального Идеального Читателя Для которого Я это пишу И вот этот Внутренний диалог Постоянный С этим читателем Он меня как-то От этого Минного поля Отвлекает Для меня Гораздо Я человек Эмпатичный Сам по себе Для меня Важно Какой-то Контакт Душевный Доверительный С человеком Кто бы он ни был Если он врубается Минимально В те темы Которые интересны Мне Я уже с ним На одной волне Даже при каких-то Разногласиях Скажем Политических Для меня Не важно Вообще Это раз Второе Когда ты идешь По минному полю Для тебя Важен проводник Который будет Ну Не подниз Ты Опять же правильно Там Не вперед пройдет И взорвется А покажет Места В которых Можно обойти Мины Поэтому для меня Важно Наличие Некого куратора При создании Каждой моей книги Который мне поможет Вот эти вот Какие-то Щекотливые места Обойти Но я сейчас Не говорю Да о цензурных Чувства верующих Это вот у меня Я сам как журналист Вот эти вещи чувства А вот Это скорее относится К тому Что стоит писать Из жизни группы А что не стоит И вот как бы Вот Здесь куратором Был Сергей Замечательный Серж Хром Хел Из издательства Изоляции Рекордс Подкаст Изоляции И так далее Похлопаемому Он этого действительно Заслуживает Как мечта Так мало что Поэтому вот И в других книгах Тоже есть Там Сектор газа Это вот Сергей Ким Саша Кузьмичев Ирина Клинских И так далее Хотя Ирина Клинских Она вообще минимально Как бы Влияла на мою книгу Про сектор газа И даже не прочитала ее Что самое интересное На уровне подготовки Вот И за что Спасибо Потому что она Возможно бы Зарубила Последние главы Про смерть Юрия Хоя Хотя я там Ничего такого Нового И карамольного Не написал Но тем не менее Вот Такой вот куратор Он на самом деле Вот эти какие-то Подводные камни Помогает обойти И вот так Я на этот вопрос отвечу Спасибо Как ты думаешь Вот есть что-нибудь Поганенькое В этой книге Мне кажется Сэм Поганенькое Произошло Буквально пару минут назад Да-да-да Я хотел задать Простой вопрос Реально Это вот Ко всем участникам Сейчас Серьезно Мы ездили с вами В Тулу На панк-автобусе И я там был Да Я же говорю Всем Я спрошу один вопрос Повторим? Можем повторить Можем повторить Все А касаемо Насчет куратора Я хотел Процитировать Одно стихотворение Замечательное Который В общем-то Его цитировать любит Алексей Александрович Глухов В том числе Вот Он задумчив Всегда в себе Он высок И хорош собой Твой куратор Из ФСБ Незаметный нигде герой Не смыкая усталых глаз Он курирует Каждый пост Чтобы ты Не ушел от нас Раньше времени На погост Зря не веришь мне Может быть Мой куратор С твоим знакомым Они даже пивка попить Будут в пятницу вечерком Вот придут они вечером В паб И ноутбук Каждый вынет свой Ты-то будешь Смотреть на баб А он Следить за тобой Ты простой Интернет-баран Нет просторов В твоей судьбе А он Минимум Капитан Твой куратор Из РПЦ Я писал Что он гад и псих Что таких козлов Больше нет Но он правит Мой каждый стих Он и сам Неплохой поэт Неплохой поэт У меня дядя Мой любимый Леня он был Под полковником ФСБ Но умер К сожалению Несколько лет назад А куратор СРПЦ Наверное я Все-таки В этой книге был Поэтому Вот как оно и есть Хорошо Ладно Давайте продолжим Какие вопросы Может еще один Еще вопрос Созрел Глядя на вас Здесь вот Недавно В этом помещении Была презентация Книги Повторяне Майка Науменко Книжки для Майка Вот И принесли Поставили На Кризизиум Для употребления народу Напиток Который Был связан С Майком Науменко Рома Мурова Кипсикола А у вас Что-то совсем другое Скажите пожалуйста Какие напитки Вы предпочитаете Что-то сами Поставили бы Себе на стол Отвечаю на ваш вопрос Я вот Сегодня Ну Часть Скажем так Моего Лейбла Спонсирует Частично Грузинская мафия Вот Да И собственно говоря Вот сейчас От лейбла Будут выходить Пластинки Виниловые В этом году Там тоже Это с Грузией Связано И соответственно Мы сегодня Пьем минералку На Беглаве Допустим Вот Боржоми Не получилось Прикупить Потому что всего Две бутылки Было А так как Вот Ну Сейчас Грузия На правильный курс Направилась В сторону России Так сказать Они вот Помогают нам И спонсируют Минералкой И допустим Лимонадами На Тахтаре Хороший лимонад Какие пластинки Будут? Пластинки Ну виниловые Естественно Будут разного плана Там Тяжелый рок Если так вот Объективно смотреть То есть Снимай к Науменко К сожалению Хотя я очень люблю Буги-вуги Слушать И плуги-вуги Ну там Тяжелый рок Грузинский что ли? И грузинский в том числе Там просто Видите Там Все зависит от человека У него Может быть Расположенность К разным Языковым барьерам То есть Он может там Услышать Мову Различную Может услышать Грузинскую речь Там все Ну примерно Я могу Как бы вам Припевчик так спеть Примерно А там Что вы услышите Нет Дело в том Что Ну немножко С грузинской музыкой Были раньше знакомы Понятно Что было Другое Другое Уровение И в Грузии Все таки Было больше Команды Типа Битлз Была группа Блиц такая Грузинский битлз Заварик Вот Были группы Много Которые Джаз рок Играли Шикарно Совершенно На Берин Допустим На Берин Великой Команда И Польвия Ну развороты Хорошие Но они по всему Союзу Отсюда Мой вопрос Типа Орера И типа 75 Таких Безусловно И Арт И Прок Который Под маской Вильянда Находился Это очень хитро Что будет В нашем случае Будет Тяжелая Сцена Отечественная С различных Бывших Республик И В общем То И с Россией Соответственно Тоже Вот Да Конкретно Там Очень сложные Наименования А Ну если 2-3 имени Это Fetal Decay 50 Flash Эпитафия Ну в общем Аборт мозга Тоже на виниле Будет Потом будет Оргазм Острадамуса Вот Ну и так Переговоры ведутся С различными Группами Которые Нам Выслали Материал Не так давно Вот Да По поводу Напитка Дайте Добавлю Пожалуйста А в ДК Будете Поставлять Само собой Само собой Сегодня мы В очередной раз Нам напомнят Что у нас договор Расключен Оказывается Где здесь Директор Да Да Это знаете Как тоже Меня сегодня Один человек Сравнил Вот Говорит Ты типа Серж Фромхел Ну Сергей Из Ада А был в свое время Эджин Прайс Из Ада Который Который 300 тысяч Трупов Оживил Если помните По поводу Напитка Да Как говорится Поздно пить Боржоми Когда почки Отвалились Они у меня Уже отвались Давно Поэтому я Шестой год Не пью Так что На Беглаве Да Это прям Вот то Что доктор Прописал В данный момент Спасибо Спонсор А если Говорить О любимых Напитках То и возвращите Все таки Недалеко Уходить От нашего Основного Повода Презентации То это кофе И вот сколько Кофе Нормальный Кофе Машины Такой Натуральный Хороший Я выпил Будучи В Аламуде В сентябре Главное Что ты 100 ложечек 2000 Да Да Все по теме Все по теме Спасибо за правильную Реплику В сентябре 2022 года В Аламуде Когда мы готовили Эту книгу Там был развернут Такой штаб Да В квартире И В 3-4 часа Буквально Мы спали А все остальное Все остальное Время Мы принимали Гостей Людей Которых Интервьюировали Но иногда Выезжали Если гости Совсем уже Были не в состоянии Выехать к нам Куда-то Но это было редко Чаще к нам приходили И вот сколько Кофе было выпито Тогда Это да Это конечно Эпически Поэтому Мы более любимый Напиток Это кофе Да Вот Кирилл Хотел вопрос Задать Кирилл У меня к тебе На вопрос Исключительно По лыбу Меня вот интересует Ты будешь На нем Сдавать Эту группу По век Саратовскую Которые За крок Играли Ну Я видел Что они сейчас Концерт дали Дают Или дали уже Вот Если У них Исходники целые Почему бы нет Можно так Поглумиться Так сказать Да Ну за крок Тема такая Спасибо Спасибо большое Такого подготовленного Человека Я хочу сказать У вас Вы как Ощущали Вот это Взросление Коллектива И естественно Натальи Да безусловно Очень многое изменилось Даже вот с момента Написания Упомянутой вами Книги Натальи Замечательная книга Но Уже нет Такого отношения Как работа С одной стороны Это вот Действительно Жизнь Наоборот Вот те вот Ресурсы Которые У нее в жизни Есть Они все Пускаются Не побоюсь Этого слова Вот именно Вот В хорошем Смысле В топку Аборта Мозга Вот А что касается Взросления Ну Я думаю Что Песни Да Которые Мы слышим На последних Альбомах Это песни С одной стороны Зрелого человека А с другой стороны Человека Который Сумел Какой-то Вот Внутренний баланс Становиться Своим Вот Ребенком Ну С одной стороны Давай У его По рукам Когда Он Чересчур Шалится А с другой стороны Зная Что в какие-то Моменты И тому Ребенку Нужно Давать Какие-то Поблажки Да Что-то Такое Нежное Хорошее Делать И Не сильно На него Давить Поэтому Вот Мне кажется Что Вот По последним Трем-четырем Альбомом Те Которые Вышли Аборта Мозг Ну да Там Нет Конечно Песни Старые Но Подача У них Такая Что Это Как Новые Песни Совершенно Мы Там Слышим В последнем Альбоме Пример Вот Это Та же Самая Да Звезда Она Совершенно Новые Аранжировки И Даже Текст Он Поменялся Буквально В двух Трех Местах Но Это Абсолютно Меняет Оптику Восприятие Всего Текста И Поэтому Понятно Что Это Взгляд Какого-то Более Зрелого Человека И Если Мы Говорим Об Аранжировках Это Вообще Как Небо И Земля И С тем Что Было Раньше И С тем Что Мы И Сейчас Я Опять же Хотел Выделить Заслугу Сержа Фромхэлла Который Трепетно Относится К Подбору Музыкантов И Вот Эти Вот Кадровые Вопрос Для Небо Умеет Решающее Значение Что Люди Которые Принимают Участие В Записах Альбом Это Далеко Не Случайные Люди И Поэтому Для Меня Вдвойне Был Удивителен Димарша Романа Который Говорит Что Аккорды Были Неправильно Якобы Сыграно Да Бог С ними С этими Аккордами Если Это Улучшает Результат То Можно Как бы Вообще Все Перелопатить И Сыграть В Других Гармониях Совершенно С Другими Аккордами И Даже С Другими Любой Мелодии Почему Нет И Да Вот Послушайте Вот Этот Альбом При Всем Уважении Я Рад Этой Кассете Я Буду Переслушивать И В коллекции Она Займет Достойный Это Первый Вариант Первого Альбома С Натальей Да Сабрина Амур Радуга И Радуга Была Переписана В прошлом Году Издана В новом Звуке Вы Просто Сравните Два Альбома Это Как Небо И Земля В новой Радуге Здесь Сам Роман Говорил Что Фактически Здесь Звучание Запора Что Они Меняли Темпы Меняли Ритмы А для Тяжелой Музыки Это Критично Там Должна Быть Полная Синергия Между Ритм Секции И Гитаристом И Если Гитарист Играет Чуть Быстрее Уже Все Там Драйв И Качи Нет И Соответственно Чуть Медленнее Тоже И Вот Понятно Ты И так Не Это Все Есть И Поэтому О чем Тут Говорим По Звуку Это Вообще Как Небо И Земля Старый Новый Аборт Мозга Поэтому Эволюция Тут Налицо Я все Так Не Умоляю Вклад Ромы В Группу Потому Что При Тех Условиях Когда Мы Это Все Начинали Делать Там Ничего Лучше Не Могло Быть То Использовали Все По Максимуму Но Так Как Мы Были Абсолютно Неопытными В этом Отношении Получилось Так Мы Этому Хотя Были Какое То Время Рады Да Я Тоже Не Совсем Понимаю Зачем Это Все Переписано Было Но Серж Все Так Меня Убедил Что Все Надо Переписывать Я Все Это Пробыла По Новому Я Кстати Говоря Ничего Не Изменила В своем Вокале Поганом А Вот А вот Музыканты Сыграли Отлично Да Миша Можно Вопросы Смени Челябин Каварино Смотри Я Просто У меня Назрел Вопрос А то И в камеру Хочешь попасть Пожалуйста Нет Нет У меня На самом деле Изначально Назрел Вопрос К Никите Да Просто Дениска Начал Говорить Перезаписи Он Присыл Мою Мысль Продолжил Вот Что Я хотел Скать В принципе Да Вот Многие Многие Вещи Переписались Это не только Аборт Мозга Это Монгол Шудан Группа Начала Свои Старые Песни Переделать На новый Лад Многим Старым Поклонникам Не нравится Они говорят Новый Монгол Шудан Говно Типа Мы любим Старые Вещи На что Валера Сказал Говорит Вы Ребят Вы можете Старые Вещи Слушайте Новый Да Мы Немножко Переосмыслили Свои Творчества Мы Сейчас Играем У него По-другому По-современному По-крутому То же самое Сейчас Делают Аборт Мозга Да Были Старые Записи Появились Новые Это Тоже Звучит Круто Достойно Просто Я К чему Хотел Я Никита Скромный Все Стесняется Я Просто Хотел Тебя Спросить Как Вообще Верень Как ты влился Вообще В коллектив Как Ты Уже Отыграл Много Концернов Туры Съездил Вообще Как тебе Внутри Коллектива Ощущается Внутренне Как ты Себя Ощущаешь Частью Коллектива Или Ты Силочко Отыграл И На Хуй Все Надо Ну То есть Вот Такие Моменты Просто Все Дет Нет Прекрасно Ощущаю На самом Деле Как бы Проблема В том Что Долгое Время Я Посвятил Работе С различными Другими Коллективами И Как-то Так Получилось Что Ничем Это Толком И не Закончилось Кроме Разве Что Того Что Большую Часть Этих Альбомов Которые Мы записали С этими Группами Перездал Как раз Сергей Вот А тут Процесс Благодаря Слаженности Он Доставляет Именно То есть Удовольствие От работы Непосредственно Потому что Все Всегда Согласовывается Короче говоря Группа Работает И мне Именно это В ней нравится А по поводу Перезаписи Я скажу Что Мне давали Оригиналы Различного Качества Ну понятно Что это была Скорее всего Домашняя запись Такой Первой волны Когда Были эти Слабые компьютеры Было Ну в общем Там было Очень много Эха И некоторые вещи Действительно Было сложно Понять Какие ноты Там играются То есть Соответственно Я снимал их По логике Вещей То есть Где какие Переходы Опять же Уравнивая Скачки Темпу Потому что Там некоторые Песни были Нарублены Из нескольких Вот болваны Группа говоря То есть Привести Как-то К общему Знаменателю Это все Надо было Соответственно Естественно Оно звучит По-другому Переделывать Гораздо Сложнее Чем Что-то Сочинить Там Трехаккордовое А потом Это Трехаккордовое Скажем так Дать Человеку Который Действительно Понимает У которого Объемное мышление И чтобы он Из этого Что-то Сделал И когда Я услышала Все эти Новые Песни Я действительно Очень удивилась Потому что Зазвучало Все Зазвучало Очень Мне Как показалось Обалденно Кто-то Еще Что-то Хочется Или мы уже Начнем Акустику Играть Да Пожалуйста Книга В современном Мире Это все-таки Такой Коллекционный Атрибут Больше Аудио Будет Я хочу Тем более Что наверняка Все интервью Сохранились На диктофоне И Все сожгли У меня Диктофон Я очень большой Поклонник Sony Это не реклама Мне ничего За это не платили Но И у этого Диктофона Sony Который у меня Жилет 7 Есть один Минус Не знаю Может плюс Даже Из него Третий Они никуда Вообще Никак Слить Нельзя Денису Речь идет О формате Аудиокнига Он же спрашивает О том Если сохранились Интервью Нет Я говорю О том Что в аудиокниге Можно было бы Вставлять Так в том Ты и делаешь Ты не вставишь Потому что Из этого диктофона Их никак не Выкопишь Надо перезаписывать Отдельно Как Собственно Сергей Евгеньевич Троицкий Делал Я вообще За то Чтобы Была и аудио И она На Литрес Появилась Где-нибудь Но вот этот Вот товарищ Он вообще Не хочет Ничего этого Делать Но я Буду Добиваться Аудио Я скажу Я скажу проще Потому что Электронные Площадки С литературой Это Такое же Явление Как электронные Самокаты В любом городе И Все представители Электронных Площадок Да Они являются Непосредственно Любителями кататься На вот этих Самокатах Вдвоем А также Втроем А я вообще Люблю Слушать Люблю читать Электронные Потому что С тобой таскать Не надо Ты представляешь Что в самолете Вообще Вот эту книгу Развернешь А люди будут Еще и смотреть Что такое Аборт мозга Что ли А мне стыдно Будет Что я Такое название Обязательно Потом Сейчас Да И опять же Никто До сих пор Извините За такое Некоторое Сравнение Никто До сих пор Не перешел На цифровую Туалетную Бумагу К сожалению Вот И я думаю Что в этом И является Эксклюзивность Издания На физических Носителях Как в общем-то И на виниле И на дисках И в кассетах А? В анекдотах Было Цифровая Но это У программистов Они сейчас По-всякому Бывают При всем уважении Да Спасибо за вопрос Действительно К человеку Задавшему вопрос Я не считаю Книгу Коллекционным атрибутом И вот лично Я только на бумаге Все читаю Да И поэтому В метро А если я там Человек Трудоголик Если я сижу Присылает в электронном виде Книгу И говорят Денис напиши А я знаю Что я в телефоне Я не в соцсетях Сижу Я пишу На вокзале Жду пользу Два часа у меня есть Я пишу рецензию Какую-нибудь У меня даже некогда читать Я работаю в телефоне Это рабочий инструмент Ноутбук Это тем более Поэтому Вот единственное Когда я читаю книги Это на бумаге И всем советую Спасибо Вообще на бумаге Это наслаждение особое Конечно Если что-то не понравилось Можно оторвать Вырвать Например Если что-то понравилось Можно облезать Можно автограф Дорисовать можно Она еще кстати Пахнет Так вкусно Хорошо Я очень люблю Этот запах Книг новых Поэтому у меня Вообще много Бумажных Но есть проблемы Они пылятся Иногда Человек очень давно Тянет руку Дадим ему слово Есть вопрос один К Сергею Вопрос тоже заключается Вы занимаетесь Изданием Замечательной Музыки из Бурятии Соответственно Вот этой всей Культуры Да, хорошо Из Бурятии Да, вот И один есть Огромный вопрос Музыка восьмидесятых Что-то оттуда Вы будете делать? К сожалению Учитывая Национальный вопрос Да То Там Единственное Что было Это группа Контракт Была Нет Была группа Амальгама Амальгама Но К сожалению В сутках Сегодня Уже меньше Двадцати трех часов Стану Доброе Денис Вопрос не Конкретно Ты в рынке Какой потенциал Такой литературы Если ее Издавать Шрифтом Брайля Ну Вообще В целом Будут ли это покупать? Это какой-то Слишком специфический вопрос Я не знаю Я не берусь У меня друг есть Слепой Но он такой В хоре Поет И он вряд ли Будет читать Про Буртии При всей любви Ко мне А в целом Вообще Рынок Музыкальная Литература Я не знаю Правда Не буду Заговорить За то Чего Денис Вопрос Назрел Другой Всем Известный Ты человек Воскрепленный Православный У многих Возникает вопрос Типа Псевдоверующий Аборт мозга Столица Дурацкое название Ты реально Как человек Который Православный Культуре Относил Что ты можешь Сказать По данному Поводу Миша Спасибо Дорогой Вопрос должен был Прозвучать Спасибо Я неприятно Что его задал Ты Смотрите Какая ситуация Название Действительно Очень Многих Отвращает Но не меня Да Она не провокационная Она просто звучит Так Аборт мозга Это вынос мозга Это отцена К трансперсональной Психологии Чем неоднократно Наталья говорила И того же самого Гобичникова К сожалению Признанного Военагентом Что Не очень во многих Песнях Что надо Отключить мозг И тогда Все будет нормально Как бы Это Та же самая Духовность И если Опять же Переводим Переходить к религии То мы помним Рождество Иисуса Христа Ситуация Он рождается Кто об этом Первым узнает Пастухи А не волхвы Которые Идут Издалека Которые Были извещены Заблаговременно И так далее Почему? Потому что волхвы Это умственный путь Постижения реальности А пастухи Это путь Постижения сердца То что помимо Разума Интуиция Чувства И так далее Поэтому Вот аборт мозга Это апелляция Вот к такому Вот именно Чувственному подходу И дальше Если разворачивать Отношение к религии То аборт мозга Да безусловно Боролся С крайними Какими-то Проявлениями Даже там Экстремистскими Брат и сестра Религиозными Но это была Именно борьба А с тем Что оскверняет веру А не с верой Как таковой Борьба с сектами Это была Это же как Возвращение к углу Христодиаре Да Эта песня Она ни разу Не оскорбительная Да нет конечно Она наоборот Вы смеете Вот этот Марковисин Пседорегиозный Конечно да Опять же да Фарисеи Вот есть фарисеи И они К сожалению Никуда не делись Они как 2000 лет назад Распяли Христа Да послужили Непосредственно причиной Так вот эти верующие Которые ходят в храм Все делают Да Многие Не будем там осуждать Но многие Они вот Услышат аборт мозга Напрягутся И они будут писать Какие-то доносы Надеюсь на аборт мозга А вообще Ну мы вот говорили Об обложке И все И говорим сейчас Не вне контексте Аборта мозга А вообще что и человек Вот вместо того Чтобы заниматься Собственной душой И покаянием Он ищет вовне Какие-то вот признаки Появления По его мнению Мракобесия Которых на самом деле Нету Поэтому вот аборт мозга Это наоборот Апелляция к вере В чистом виде И соответственно Такие песни Как конец И такие песни Как дым над водой Они напротив Глубоко религиозные Это апелляция Непосредственно К Христу К Духу Святому К Троице И так далее Поэтому О чем тут говорить Да Миша еще Возвращаясь К твоему вопросу Хочу вот сказать Ну многие задавали Вопрос лично Там да Тут всех в общем-то Друзья наши собрались Многие спрашивали Там часто ли Приколы были С названием Аборт мозга Достаточно часто Скажу тебе Вот И всех смущает Слово аборт Что это что-то такое Но понимаешь Никого не смущает Например Название группы Пурген Ну мы же можем Аналог провести Как дефекация Понимаешь Вот Да Да Смущает 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 Вот К тому же Да Вы человек взрослый Тем более знаете Что такое Пурген Еще до того Как Руслан появился Вот Так что Сераф Сераф Вы понимаете Вы как назвали Оргазм Создавался Всех смущает Слово оргазм Про себя я молчу Про слово вагина Там тоже Секом напрягает Недавно у нас был скандал Я поэтому Слово вагина Г пропустил Получилось Воина Воина Недавно Недавно Заключили концерт Группы Дровая доска Ирогазм Трупоеды Людей пугает Название Свидетельство О смерти Кстати Люди Люди Боятся Названий Названий Всегда боялись Они не боятся названий Они боятся последствий Если они начнут это осознавать Сергей понял очень важную тему Почему не смущает Пурген И смущает Аборт мозга Дело в том Что Пурген Он больше на слуху Чем более Известная группа Тем Более Выхолачивается В хорошем смысле Из ее названия Смысл И название группы Начинает ассоциироваться С непрямым значением слова А непосредственно с группой Это то о чем мне говорила Группа Йорш Когда я писал книгу про Йорш Там Дима Сокол Он такой очень интересный человек Он круто анализирует Собственное творчество И ситуация там В панк-роке вообще И он говорит что Йорш Мы не зря пишем Большими буквами Это аббревиатура Хотя Йорш Это тоже Они специально ее так назвали Чтобы было скопище Максимально малоприятных вещей Йорш Рыба Слизкая Гадка Ее плохо чистить А дальше по нисходящей все идет Пиво с водкой Это еще хуже А если мы унитазный Йорш Возьмем Ну тут уже да Практически аборт мозга Пурген Салтовагин Идентат И так далее Ничем не лучше это название С точки зрения обывателя Но группа Йорш На слуху Слава Богу И она уже Не воспринимается Вообще как прямое значение Поэтому пожелаем Группе аборт мозга Достижение Медийности И тогда этот вопрос Исчезнет сам собой Так же как он считался Слогу свело В свое время А я еще хочу добавить Что у нас наверное Люди все таки боятся Слово аборт Что это что то страшное Это убийство Да Но они его сравнивают С тем что мы Что мы может быть Детей не любим Но вот у меня есть ребенок Я не сделала аборт Вот он здесь Как бы Незделанный аборт Вот его зовут Михаил Так что все нормально Опять же вопрос О том Насколько на пустом месте Поднимают зачастую Свои скандалы От иллюзии Которые Якобы за оскорбление Чувствия Против оскорбления Чувствующих Борются Вот Сергей здесь упоминал Виталия Милонова Преснопамятного Я когда-то Принимал участие С ним в одной Пресс-конференции В НСН Ну и тоже там Получилось Как дробный Зрой следователь Там Милонов Злой Всех постерил А я отстаивал Хотя мы как бы На одной позиции Входим в храмы И так далее Но мы получились Диаметрально Противоположные И вот Тогда Монеточка Выпустила С Нойзом МС Свой новый сингл Инагенты К сожалению Сейчас Не об этом речь Чайлдфри И Милонов Просто вот С ближайшей слюной Говорил Как это так можно Это же Против Они где-то рождения Они демографию В России Совсем хотят Свести стикнулю Я сказал Виталий Почему вот Вот вы воспринимаете Эту песню По моему смысле Это карикатура Они наоборот Поют против тех Кто вот Чайлдфри Топит Они же Я говорю Монеточка Из хорошей семьи Я помню Вот буквально Я не думаю Что она вообще Против рождения ребенка Ну и сейчас Мы видим Что у ребенка В Монеточке Родились С коротким промежутком Двое детей Ну то есть Мы видим Вот насколько Вот эти вот Все скандалы Высосаны из яйца На таком простом примере Я хочу сказать Сейчас Милочку Я хочу сказать Что вообще Все зависит Наверное От системы Политической Которая В данный момент В стране Просто людям Слишком много Разрешили На самом деле И они начали Друг на друга Писать доносы И искать что-то То есть Чем более Пуст человек Чем более У него развит Аборт мозга Тем больше Он ищет Этого аборта Мозга Где-то В этом Так что Сейчас Это название Приобрело Такой смысл Опустошенности Действительно Ну и Денис И получают доносы Так что Все у нас Хорошо И с Виталием Милоновым Тоже Ну что Ребят Есть еще Вопросы Был вопрос Один Можно Да Конечно Будет сегодня концерт Да Сейчас Видимо Последний вопрос Ну что Друзья Есть еще Какие вопросы Нет Ну Спасибо За то Что озвучили Спасибо огромное По-моему Было жарко Подходите Да Кто Сейчас перекур 5-10 минут Там кто Бухла Налейте Выпейте Так сказать И мы В общем Сейчас Продолжим Кому нужно Первые демки И диски Вот у нас тут есть Некоторое количество Экземпляров Подходите Берите Бесплатно